Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2160. На что ссылаются иноки, защищая институт монашества? Какие из этих доказательств действительны сегодня? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. У ветхозаветных мужей было уважение к потомкам. Они оставляли на память камень со дна Иордана, манну в сосуде, чтобы показать внукам и верующим. Книга Иисуса Новина, 4 глава, 3, 6 по 7 стихи. И дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажите им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек. Исход, 16 глава, 33 стих. И сказал Моисея Аарону, возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. Но монахи пошли иным путем. Они всюду доказывали, что они близки Богу. Если они написали сами о своих товарищах, что тем было явление ангела, слышалось благоухание, или нашел кто-то из них подвижников пустыни, то заканчивается всегда исчезновением этого чуда. Умерший завален ими камнями в пещере. Если у Ануфри были пальмы, то по смерти его мгновенно ручей пересох. Пальмы исторглись. И следа нет. Даже дощечек Пахомя, на которых якобы ему ангел дал устав его монастыря, их тоже нет. Как у Джозефа Смита. Джозефа Смита. Основатели мормонской веры. Если этот человек, который мог бы подтвердить истинность своего пребывания в раю, то про него только пишут иные. И кто пишет, тоже сокрыто. А где же этот свидетель? Его нет. Крайне неуважение к читателям. Сегодня ни в одной газете такой материал не прошел бы, кроме как в епархиальных мурзилках. Нигде не пропечатали бы столь недоказуемый и недостоверный материал. Писание нас предупреждает, чтобы мы не доверялись людям, если их слова не подтверждаются Писанием. Потому Писание и скрывалось, чтобы не с чем было сравнивать, но чтобы брали все на веру. Ефросин. 11 сентября. Кавычки открыты. Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. Троеточие. По окончании утренней, Иерей собрал братью и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал то, что видел. Тогда все ощутили от тех яблок неизреченное благоухание и радость духовную, и в умилении дивились тому, о чем поведал Елей. Они пошли в поварню к Ефросину, чтобы, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его. Ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться. Ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собой и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления. Ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. Кавычки закрыты. Паисий Великий, 19 июня, кавычки открываются. Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные многообразные ухищрения, простер свое коварство и на сих двух иноков и задумал так их обольстить. У одного из пустынных отшельников, который еще не был совершен в иноческом нестяжании, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушным и потому желая украденные вещи, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышав же об одном прозорливом старце и надеясь, что тот поможет открыть ему и украденное, и укравшего, он отправился к нему. К преподобному Паисию он не посмел идти, боясь, как бы тот не стал укалять его в любостяжании. Придя к тому прозорливцу, инок стал просить его, чтобы он сказал ему, где находится украденное и кто именно украл. Но старец, не будучи на самом деле просвещен благодатью Божией в прозорливстве, но, провидя все силу бесовскую по наущению злого беса, оговорил тех двух иноков, которые недавно поселились в пустыне. — Вот эти иноки, — сказал прозорливец, — совершили покражу. Взяв этих безмолвников, не отпускай их, пока они не отдадут тебе всего. Услышав это, отшельник тотчас же с поспешностью отправился в лавру той пустыни. Шел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков. Он схватил их, как злодеев, и с побоями влача их привел в лавру. Здесь они с бесчестием заключены были в темницу. Игумен же вместе со старцами, поверив тому прозорливцу, осудил тех иноков, как воров, к лишению иноческого чина, и стал пытать их побоями об украденных вещах. Преподобный же Паисий, прозорливо узнавшись по благодати Божией обо всем совершившемся, и жалея тех двух братьев, которые в это время неповинно так страдали, восстав, отправился из кельи своей в ту лавру. Об его приходе повсюду тотчас же было известно, так как среди пустынных жителей не было имени более славного, как имя Паисия, который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь. Для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей, и отшельнических кельлей, сошлись к нему даже и старцы. И когда все отцы и братья воздавались святому любезное о Христе целование, великий отец наш Паисий спросил их, «Куда вы удалили двух юных иноков, пустынных жителей?» Братья молчали. Потом некоторые из них, отвечая, сказали, «Отче, они воры?» «И за дурные дела свои теперь затворены в темнице!» Святой на это сказал им. «Кто сказал про них, что они воры?» Тогда братья, указывая на прозорливого старца, отвечали, «Вот этот прозорливый отец указал на них, как на воров!» Тогда великий Паисий вопросил того старца, «Правда ли то, что ты сказал про них?» Он же ответил, «Сказанное мною истинно, это открыто мне было от Бога, после этого святой Паисий сказал, «Если бы это твое прозорливство было от Бога, а не от бесовского прещения, то на твоих устах не было бы видно дьявола!» Слушая это, все были объяты страхом, ибо всем ясно было, что слова, исходящие из уст Паисия, истинны, и все стали укорять обольщенного того прозорливца и понуждали его просить прощения у преподобного. И он, объятый стыдом, припал к честным ногам святого, произнося, «Отец, прости меня и помолись обо мне прельщенном!» И лишь только святой сотворил молитву за него, как на глазах у всех из уст прельщенного вышел тщеславный и лживый бес, и, превратившись в большого дикого вепря, с великой яростью стремился на преподобного, желая как бы растерзать его зубами своими. Но блаженный Отец, закляв нечистого духа, послал его в пропасть. А старец тот, который прежде был обольщен дьяволом, ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прельщения. Исполнившись великого ужаса и трепета, он пал на землю, валяясь у ног Паисия, и со слезами молил получить от него совершенное прощение. Так же и прочие братья, которые, предавшись обольщению, оскорбили неповинных, все они, припавши к святому, просили у него прощения. И вывели из затвора тех двух юных иноков, и все, смотря на них, с умилением плакали, а обидевшие их просили у них молитв. Преподобный же Паисий поучал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прельщений и не верить лжепророчеству тех, которые стараются казаться святыми и прозорливыми. А лаврскому игумену наедине он указал, где положены украденные вещи. Об украдших же ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение и сотворить за всех молитву, он возвратился в свою келью. Библия переполнена увещаниями прислушаться к тому, что в ней написано, ибо она есть истинное Слово Божие. Слова «Так говорит Господь» встречаются в Библии 476 раз. «Говорит Господь Бог» 243 раза. «Господь Саваоф» 95 раз. «Говорю тебе» 33 раза. «Говорю вам» 134 раза. Есть еще «говорил мне», «говорил народу». Итого, более тысячи раз Господь обращается к нашей душе, чтобы мы верили не через посредников, не через сомнительные книжки, а прямо к Нему обращались, прямо через Библию, ибо только в ней Его вечное Слово оставлено смертным. И нам этого недостаточно, чтобы поверить говорящему и подтвердившему свои слова на страницах Вечной Библии. Нам этого настолько недостаточно, что мы ищем еще голоса, голоса в пустынях, прислушиваемся, что этим пустынникам скажет некий голос, скажет явно вопреки Священного Писания. Да в уме ли мы? И какую веру и в кого тогда мы исповедуем? Какой смелостью, настырностью и нахрапистостью обладают защитники пустынной монастырской жизни? А любящие Бога и любящие Его Вечное Слово так бы и зливы, так нерешительны, чтобы противостать этим неверам, боясь, как бы их не обвинили в неправославии. Такое стало возможно только тогда, когда душа не полюбила Бога, не полюбила Его Святое Слово. Когда читаешь Библию, то она умудрит тебя и сделает смелым против всех ущихищрений дьявола. Псалом 118, 97 по 100 стихи. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ боли из старцев, ибо повеления твоих храню.